Всем доброго времени суток. Меня зовут Александр Горячев. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы. Сегодня 5 ноября, вторник, и мы начинаем наш вебинар. Ежедневный обзор валютного рынка Форекс. Сегодня на макрой календаре. Спасибо за плюсы. Сегодня в 9.30 по московскому времени. В Японии началось выступление главы банка Форекс. Куроды. 30 по московскому времени. Из Великобритании мы получим индекс PMI для сферы услуг за октябрь. Оставляется прогнозом небольшой рост данного показателя. В Канскую сессию мы получим сейчас 30 по московскому времени. Выступление президента ЕЦБ Марио Драги во Франкфурте. Вы знаете, выступление оно еще идет. Оно началось в 9.30. Оно будет примерно до 11 по московскому времени. Потом будет небольшой перерыв. И в 40 примерно начнется по новое выступление главы банка Японии. И уже в 19.00 по московскому времени из Соединенных Штатов Америки мы получим данные по композитному индексу ASM для непроизводственной сферы за октябрь. Ожидается по прогнозам аналитиков опрошенных агентствам Bloomberg небольшое снижение данного индикатора. Егор, речь вы можете смотреть в новостных терминалах. Также смотрите в терминале MetaTrader FreshForex. Там будут краткие тезисы речи главы банка Японии и также президента ЕЦБ Марио Драги. Эта информация будет опубликована в интернете с сайта специализированных. Давайте разберем каждую пару в отдельности. Начнем с пары евро-долларов традиционно. Из еврозоны рынок сегодня не получит важной макроэкономической статистики. Обратите внимание выступлению президента ЕЦБ Марио Драги в Германии и в Афранкфурсе. Обратите внимание этому выступлению, потому что на прошлой неделе рынок получил слабые данные из еврозоны. Эмпляция в еврозоне сократилась по последним данным до уровня 0,7%. Также возросла безработица до уровня 0,12%, вследствие чего на ЕЦБ стали пустые давления с целью снижения процентной ставки для стимулирования экономики. И вот если сегодня по стороне Марио Драги будут какие-то намеки на то, что возможно, либо уже на этом заседании, либо на заседании в декабре банк пойдет на снижение основной процентной ставки, это, безусловно, будет негативом для европейской валюты. И в случае преодоления уровня поддержки 1,3460, пара устремится ниже отметки 1,3400. Примерно на отметку 1,3385 будет первая остановка. Сегодня никаких намеков не будет от Марио Драги. Сегодня можно ожидать диапазонную торговлю. Вот можно выделить уровни поддержки 1,3460 на сегодня, 1,3385. И уровни сопротивления первые это 1,3525. И в случае преодоления данного уровня откроется дорога на уровень коррекции Fibonacci 1,3595. Сессию мы получим релиз по имсу АСМ для непроизводственной сферы. Слабые данные из Соединенных Штатов Америки о уровне безработицы, по индикатору потребительской уверенности не позволяют сегодня рассчитывать на рост данного индикатора. И в случае, если итоговое значение окажется либо на уровне прогнозов, либо чуть ниже, то это будет позитивом для европейской валюты. Но, опять же, подчеркиваю, если Марио Драги не будет делать намеков на снижение процентной ставки. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы по паре евро-долларов? Задавайте, пожалуйста. Ну, если вопросов нет, переходим к следующей паре. Это не рост, это техническая коррекция. Как вы сами понимаете, падение было очень сильным. Все игроки, которые покупали американскую валюту и продавали евро, они вынуждены зафиксировать прибыль. Потому что одно дело бумажная прибыль. Бумажная прибыль – это та, которая видна на проминале. Другое дело уже реальные прибыли, зафиксированные трейдеры, инвестиционные фонды сейчас частично закрывают свои покупки долларов. Поэтому технические коррекции по евро, вот евро рост мы видим. Приходим к следующей валютной паре – пара фон-доллар. Участники торговки по паре фон-доллар получат данные по инексу PMI для сферы услуг. Акрикаторы с декабря 2012 года показывают устойчивый восходящий тренд. Сегодня, если итоговое значение окажется выше отметки 60,5 пунктов, то можно ожидать роста корректировок британской валюты до отметки 1,60. Выбранная именно цифра 60,5 – это пока максимальное значение 2013 года по индексу PMI для сферы услуг. Это экстремум. И вот в случае, если максимальное значение обновится, то это, безусловно, выступит позитивом для кабеля. И можно ожидать рост корректировок. В любом случае, при обратном сценарии, если, допустим, индекс PMI выйдет ниже отметки 60, можно ожидать падения корректировок британской валюты. В ближайшем уровне поддержки выступит уровень 1,5910. Сегодня можно выделить следующие уровни. Они, в принципе, от вчерашнего дня практически не поменялись, потому что вчера была небольшая диапазонная торговля по основным валютным парам. Поддержки 1,50. Следующий уровень, сильный уровень поддержки 1,5825. Наверху уровень сопротивления 1,5985. Вот вчера, как вы видели, пара фунт-доллара немного не дошла до данного уровня и развернулась. Что еще раз показывает, что данный уровень достаточно сильный. Сегодня данный уровень также выступает сильным уровнем сопротивления. Следующий уровень 1,6010. И третий уровень сопротивления, который можно обозначить на сегодня, 1,6060. У кого есть какие вопросы по паре фунт-доллара, задавайте, пожалуйста. Но если вопросов нет, переходим к исключительной валютной паре, пара доллар и иена. Вчера в Японии был выходной, отмечался День культуры, как мы отмечали на нашем вчерашнем вебинаре. Сегодня японские дилеры и трейдеры вышли на работу. Перед ними стоит повестка. Задача дня штурм отметки 99,00. Однако у быков пока нет сил для штурма данной отметки. Как мы вчера говорили на нашем вебинаре, данный уровень очень сильный. К тому же здесь проходит среднесрочная линия сопротивления на этой отметке 99,00. Поэтому пока придется очень трудно, чтобы взять такую отметку. Из Японии рынок не получит важной макроэкономической статистики. Обращаем внимание на выступление главы Центробанка Японии. Важно, как в комментариях, со стороны главы Банка Японии. Однако, тем не менее, участники рынка по паре доллар-иена всегда внимательно смотрят за выступлениями главы Национального банка. Поэтому сегодня ждем статистики из Америки на сильный уровень сопротивления 99,00. Пока что быками получается его преодолеть. Следующие уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки 98,00. Следующие 90,50. Уровни сопротивления. Вот самый сильный уровень – это 99,00. Уже уровень менее важный – 99,65. Там, возможно, небольшая короткая остановка. Инфиксировать позиции по паре доллар-иена. Кто-то будет, наоборот, докупаться в этой валютной паре. И следующий сильный уровень на отметке 160 расположен. Если у кого-то какие-то вопросы по доллар-иену, задавайте, пожалуйста. Егор, ну почему можно только по новостям? Свой обзор я на основе, в первую очередь, конечно, фундаментального анализа. Это базовый вариант. Также анализирую технический анализ. Как вы видите, выделяю важные и сильные уровни поддержки и сопротивления. Уровни Fibonacci. И, как вы видите, можете посмотреть в наших предыдущих обзорах. Очень многие уровни, они именно работают. Моя философия рынка такая, что цена движется от уровня к уровню. От уровня поддержки к уровню сопротивления. И трейдер, и торгую именно уровни. Поэтому анализ строится на основе фундаментального анализа. Плюс уровни поддержки и сопротивления важные. Да, Андрей, у меня есть, собственно, торговая стратегия. По ней я торгую уже два с половиной года. За это время сумел заработать порядка 300%. Торгую я не так часто, сразу же могу сказать. Торгую я не каждый день. Моя стратегия построена примерно, скажем, одна сделка в месяц. Количеством, а качеством. Да, Егор, вебинар по созданию торговых систем буду вести я. Приглашаю вас на этот вебинар в пятницу, 16.00 по московскому времени. Будет очень интересный вебинар. Также небольшой анонс на завтрашний день. Завтра утром в 10.30, как обычно, вводим наш ежедневный вебинар. Обзор валютного рынка Форекс. И в 16.00 завтра мы проведем вебинар основы валютного рынка Форекс. Данный вебинар будет проходить в стиле вопрос-ответ. На форуме Форекс вы можете задавать свои вопросы. И завтра мы будем на них отвечать. Также свои вопросы вы можете задавать по ходу вебинара. Такой формат. Вы мне задаваете вопросы, я на них отвечаю. Вопросы можно задавать по техническому анализу, по фундаментальному анализу, по управлению капиталом, финансовым центром, по деятельности маркетмейкеров. Всех приглашаю завтра на наш вебинар в 16.00 к московскому времени. Будет очень интересно. Вопросы. Может быть, у кого-то еще какие вопросы возникли? Задавайте, пожалуйста. Если вопросов больше нет, то желаю всем внешней торговли. Будьте внимательно и осторожны. Не забывайте про ордера Stop Loss и Take Profit. За новостями. За выступлениями глав центробанков. Всех завтра на наши вебинары. Утром в 10.30 и в 16.00 по московскому времени. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...